салем дастар это каштанов добро пожаловать на мой канал каштанов reaction и сегодня у нас будет реакция на видео под названием escort и это у нас уже какая серия 9 я исчезну из вашей жизни ребята недавно у меня буквально была серия реакция на восьмую серию потому что там была небольшая задержка ну как либо небольшая до дня три или четыре а сейчас я записываю реакцию на следующий день так что те кто посмотрел недавно реакцию на восьмую серию прямо что называется со свежими воспоминаниями сразу буду смотреть реакцию на девятую серию так ребята ну прежде чем мы приступим по традиции хотел бы сказать улькена рахмет за то что подписывайтесь на канал за то что остаетесь на канале а кто еще не подписался внизу кнопка проходите прожимайте и не забывайте включать колокольчик уведомления а мы приступаем смотрим кстати ребят сразу хотел бы предупредить что видео будет на зеркалена но все это для того чтобы видео не банили на ю тубе надеюсь вы относитесь с пониманием к этим моментом мухтар доброе утро добрее некуда у меня к вам две новости одна хорошая вторая не очень поможет хорошая мухтар кайцарович распорядился чтоб я решил ваш вопрос двадцати пяти миллионами правда привез деньги а плохая его счета заморожены я смогу их снять только после вынесения приговора не могу ждать деньги мне нужны до понедельника к на хотя бы пять миллионов к сожалению сейчас ничем не могу помочь сколько будет идти следствие я не уверен обычно это длится несколько месяцев сволочь даже тут ничего не смог сделать от себя хотел бы добавить что мухтар кайцарович любит вас в смысле блин счета заморозили алёк вижу как он любит сына любит больше где мои денежки они взять трубку не вариант почему 5 разговор шел от ты сказала 5 миллионов до понедельника и остальные двадцать чтобы выкупить свободу это понедельника ты не найдешь мне все деньги то я отменю свое решение и ты будешь работать на меня в ближайшие пять лет а потом посмотри не мои проблемы с ней поймал это калимана себе смертность калима за что чтобы ты знала свое место ты проявила не уважение ко мне и это твоя плата сука о господи какая же сука ты ой блять жезда ребята у нее истерика просто истерика так сара можете на крайне меры да пойти просто такое дело тебе не мне мне не тебе 200 здравствуйте здравствуйте я хочу поставить все тысячи слоген все такой логин девушка вам надо зарегистрироваться я спасибо зарегистрируйте меня мы не регистрируем ну а как это сделать я могу помочь со ставкой тоже только за 10 процентов неужели поднимет да ладно сеструха любится алё кеш в общем тут такое дело я это уже видел да все видели ох черт они что в сеть выложили сволочи а ты что на ставках зарабатываешь я тебя не доценили нет я просто решила попробовать слушай это сможешь меня отсюда забрать да хорошо решила давай вот козлина так и непонятно подняла она или не увидела вообще ты чё ему глаза выцарукал нет не видел хорошо я его нормально кеш а это что я тут подумал тебе деньги нужны иначе ты бы не стал оставить ну кеш на самом деле нет возьми я по идее на альбом копирую но пока обойдусь сколько ты накопил 50 тысяч 500 500 тысяч тысяч как ну кеш оставь себе ладно тебя не пригодятся я как-нибудь сама нет сэр ты всегда все сама тащи на себя родители меня и вот хоть как-то чуть-чуть короче в мозге не пари бери кеш для меня очень важна твоя поддержка спасибо блин ну крутые отношения между братом сестра ну что звезда рассказывай нахрен туда полезла я думала Мухтар решит все твои проблемы не решит он сейчас под следствием ожидает суда что почему он взял на себя вину за смерть айнура чтобы покрыть своего сынка я с тобой сопьюсь это пиздец просто да да ребят ты мне это будешь говорить и я не знаю что делать я думала у тебя вот-вот все наладится а к жене ты зачем его пошла я думала бы двух зайцев сразу и ей от мужа избавиться чтобы он ко мне не лез и я от Колимы бы откупилась а она тебя сразу просекла а а вот ты мне говоришь давай на Мальдивы а зачем вот у меня все гораздо интереснее чем на Мальдивах да и ребята жизнь кипит да слушай слушай прежде чем ты мне расскажешь свою гениальную идею хочу тебе напомнить что ты же сегодня уже сказал мне свою одну хорошую идею послушай если Мухтар отвечает за дела своего сына то пусть сын ответит за его дела я заставлю сынка заплатить мне все в том числе за свободу жизнь тебя совсем ничему не учит а что мне делать ну скажи мне я в безвыходной ситуации по крайней мере ты еще дышишь напали сюда хрен знает что с тобой будет кстати да ребят да одну уже убили он труса ничего не сделает я все решила трус трусом Айнуру завалил хоть раз в жизни послушай меня спасибо за совет который ты никогда не слушаешь я все слушаю просто поступаю по своему блин а так по фильму да прям видать хорошую подружку блин а так по фильму да прям видать хорошую подружку ты к моему тюрьму вот что ты мм это же видео с дракой да ну это же видео с дракой вот где-то оказывается деньги отцу берешь а я думала я тебя хорошо воспитала а ты мне все это время врала все это время врала все это время врала Я совершила ошибку. Оказалось, там случайно. Теперь я дома, все хорошо. Не верю. Ты пошла по стопам отца. Мам, послушай, неужели ты не знаешь, куда его привели эти азартные игры? Ты тоже хочешь так закончить? Мам, ну перестань, пожалуйста. Камень с плеч, да, сейчас упал? Я один раз ошиблась. Слушай, послушай, у тебя дурные гены. Большой город на тебя плохо влияет. Собирайся и возвращайся домой. И брата своего бездарного. Бездарного брата? Значит, ты все-таки решила ехать. Она мне постоянно врет. Это ты во всем виноват! Я довел детей. Дочь ставки начала ставить. Сын общаться с нами не хочет. Ты во всем виноват. Да, я виноват. Может, в тебе дело? Тотальный контроль, насколько я понимаю, по фильму. Взрослые дети, своя жизнь. У детей своя жизнь. Может, все-таки я с тобой поеду? Куда ты одна? Не надо. Все никак не отпусти свою жизнь. Еще больше детей разозлишь. Привет. Привет. Ты чего такой напряженный? Почему так поздно? Владимир. Кстати, ты чего на работу не выходишь? Уже второй день. Я же, я отпрашивалась помочь тебе делал, понимаешь? Так ведь все, заканчиваешь. Ну да. Мне кажется, мы ушел вводить уже. Уже вроде в банке работала. Конечно, все хорошо. Да, мы сегодня телеграмм Айнуры зашли, переписки посмотрели. Там всего пара сообщений от тебя и все. Ну да, мы в тот день виделись, поэтому мы особо не переписывались. Ну я так и понял. А ты чего в коридоре сидишь? Уходишь как-то? Да, помнишь, я тебе говорила о Дане? У нее проблемы появились, срочно нужно ехать к ней. Что там, все нормально? Все нормально, не переживай. Помощь ей? Нет. Давай я отвезу его. Не переживай. Я поеду сама, если что позвонит, ты меня заберешь лучше. Все, хорошо. Такое прям напряжение. Опа. Уже? Раз, подожди. И тот знает все. И она скрывает все. И вот они между собой тут. Удивлен, что мы с тобой не в какой-нибудь гостинице встретились. Охереть, он слушает. На ночь глядя отпустила. Для чего ты меня позвала? Потому что мы можем помочь друг другу. Интересно. Чем ты можешь помочь мне? А тем, что не расскажу о деле, что ты убила ему. Опа. У тебя нет доказательств. Попробуй меня позлить и увидишь. Ты же обычная претитутка. Бо. Какого хрена с тобой все так сложно? Ты не боишься, что твой дружок кинет тебя, когда узнает, чем ты занимаешься? Если ты мне сегодня не заплатишь, мне уже нечего будет терять. А что он скажет, если узнает, что на тот вызов должна была приехать ты? Что, если бы ты не трахалась с моим отцом, его сестра была бы жива? Обалдеть, ребята. А твой конченый труп валялся где-нибудь за городом. Закрой свой рот. Я сделаю все, чтобы защитить твою семью. Такое, как ты только и можешь, что сидеть на шее у родителей и корчить из себя крутого. Короче. Опа, опа, опа. Мне надо двадцать пять лявов. Я исчезну из вашей жизни навсегда. Угу. Для такого мудака это не должно быть проблемой. И все это из-за этой херни. Даже сейчас я могу тебя купить. Ладно. Убери свой ножичек. Деньги хранятся в сейфе. В том самом доме. Я прямо сейчас тебе их отдам и пиздуй на все четыре стороны. Если ты меня обманываешь, то мы поменяемся местами с отцом. Я тебя услышу. Пошли. Значит, это его явно, да, не испугало, ребят? Или он все-таки хочет деньги отдать? Ни хера себе. Вот это информация, да, сейчас прямо? Так, ребята. Ну, это короткая серия. Прямо вообще. Это что-то 15 минут. Вообще, да, как обычно это бывает. Пролетели просто вот так вот. Оп, оп, и все. Уже конец серии. Ну, финальный серий, да. Я так понимаю, развязка близка. Возможно, следующая серия уже будет финальный, да. Потому что нету никакой информации, сколько серий будет в сезоне. Блин, ну, конечно, это прямо как ведро холодной воды. Сразу столько информации узнать, кто убил его сестру. То, что его девушка, которую он полюбил, да, она вообще эскортница. И какие-то там интриги, какие-то проблемы решает у него за спиной. Ну, интересно, при их встрече они до сих пор будут хранить вот эту вот непонятную напряженность между собой. Или все-таки уже наконец-таки там все карты, что называется, на стол выложат. Ну, я думаю, как раз-таки это и произойдет, но уже в следующей серии. И почему-то мне кажется, что она будет финальной. Это 10 серия. Ну, могут 12 серий сделать. Ладно, ребят, гадать не будем. Ждем неделю. Там дальше будет видно. Ну, что мне понравилось? Мне понравилась еще подружка Сары в плане того, как персонаж, что ее, ну, реально сделали подружкой. Мне сперва показалась, ну, какая-то там, типа, знакомая очередная, там, с такими губищами, которые, ну, там, ради денег, да, там, заточила себя в золотую клетку. По-моему, даже как-то это было проговорено в первых сериях. Оказывается, нет, по ходу всего фильма она ее прямо поддерживает. Ну, и, насколько мы все знаем, это такая редкая женская дружба, да, как правило, ну, или, как лучше сказать, общепризнанно то, что все-таки не существует женской дружбы. И все между собой только грызутся и пытаются как-то переплюнуть, да, перепрыгнуть свою подружку, такую подружку, в кавычках, да, по всем показателям. А тут прямо они этот момент так хорошо продумали, и прям я этот момент прямо отметил так для себя. Круто. Так, ну, все, ребята, по этой серии у меня все. Ждем финальной серии, развязка будет, я думаю, вообще интересно. Даже не знаю, мне вот все интересно, что они с колемой. Колема какая-то такая, как будто бы вообще бессмертная и неприкасаемая, или как будто бы по фильму за ней кто-то стоит. Ну, как правило, за такими людьми тоже стоят какие-то серьезные люди. И не может быть сама колема там, да, вот так вот все рулить и разруливать. Ну, не знаю, как-то этот момент такой немножечко непонятен для меня. Так, ладно, ребята, все по этой серии у меня все. Пишите комментарии, все, что вы думаете. Не забывайте подписываться на канал и ставьте лайки. Все, давайте, ребята, всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok